Сегодня у нас на встрече сейчас есть Продолжение следует... В Нижегородской, Городецкой, Усинской области Даже представители общественных организаций молодежи Но парламент, организаций данного проекта Молодежный парад, Преградской У всех у нас сегодня такие организационные мероприятия Которые задачи мероприятия Понимаете, что уже было сделано в рамках прошлого Проекта Понять, что необходимо совершенствовать Как мы сможем все присутствующие Поучаствовать в реализации данного проекта Также найти какие-то, может быть, слабые, сильные стороны Строители вместе подскажут нам, на что обратить внимание на этом проекте Также, если кратко, проект состоит из двух этапов, которые сейчас расскажет Подробнее о этом проекте Первый этап – это конкурс творческих работ Так что все будет расписано в положении, в котором он проводит И второй этап – это мобилизация имени Александра Невского С использованием данных творческих работ, которые были получены в рамках первого этапа конкурса Корпус включает в себя не только рисунки, но и видеоролики Усматривает сочинения и так далее Разные направления Так или иначе, конкурсизация имени Александра Невского Улучшение работы с молодежью, вывести патриотического воспитания И итогом данного проекта предполагаются два форма Первый форум – это в ноябре межрегиональный Александр Невский форум Который примет участие подвидеть ее лучших работ Представитель комитетов на территории Американской области Второй форум предполагается мая 2017 года Это антикризисный потенциал российской культуры На котором планируется Подведение итогов У всех посетительских людей В рамках проекта определения приоритетов На дальнейшем В рамках взаимодействия с другими субъектами Российской Федерации Данный проект уже поддержал Пенсинской области Республики Маргоя Самарской области Республики Татарстан Один из этих серий Указанных планировать проводить Такую же работу И тем самым развивать данный проект Сейчас предлагаю заслушать Пенца Александра о проекте А потом Кристина Федерации нам расскажет Про задачи Которые В сути Высложили Доброе взаимное Уважаемое собрание Проект Проект Александр Невский Слава Духами России В этом году Реализуется как межрегиональный проект Он Сегодня проходит По инициативе Молодежного парламента При Законодании собрания Ежегородской области Городецкие партии Русского Класса Сегодня он поддержан Законодатель собрания Ежегородской области Председателем комитета по образованию Государственной думы Российской Федерации Человековича И сейчас Вопрос о согласовании Председателем комитета По делам Молодежи Русской Православной Церкви Актуальность этого проекта Связана с именем Во-первых, Александра Невского В 2008 году Александр Невский Был назван именем России И сегодня Он представляет для нас Интерес Как пример Для воспитания Подрастающих поколений Один из важных Таких принципов воспитания Это такой Вдохновляющий пример И Чем примечательно Александр Невский Что он уже Основные свои подвиги Основные свои Такие вот поступки Совершал уже В юном возрасте В 16 лет он уже Был поставлен в Новгороде В 18-19 лет он уже Победил в Невской битве То есть мы видим Вот он уже В таком возрасте Умел побеждать Умел Был такой уже Полноценной личности развит Также мы видим Что сейчас Подписан указ Президента По празднованию 800 лет Со дня рождения Александра Невского Который будет проходить В 2021 году Естественно На федеральном уровне Создан он Комитет По подготовке Проведения праздностей Этих Соответственно Согласно указу Распоряжение Да рекомендация В регионах Тоже проводить Данную работу Как на уровне Регионального органа власти Так на уровне Местного самоправления Вот здесь Поэтому Подключаемся Как Такие Страна молодежи Как нам Видите Сегодня Можно было провести Вот эти торжества Эти празднования Вот именно Среди Молодежи И Также Очень важно Что Александр Невский Непосредственно Связан с Нижегородской областью То есть не все регионы Имеют место Слава Александра Невского У нас в данном случае Находится место Где заканчивая жизнь Александра Невского Градийский Федоровский Когда мы встречались С Вячеславом Алексеевичем Когда об этом тоже Мы сообщаем Говорит Что очень мало информации О том Что Нижегородская область Заканчивая жизнь Александра Невского Как-то это очень Слабо освещено Это показано В житии Светлого Невского Буквально на строчке Заканчивая жизнь Драться И дальше Очень важно Об этом заявлять Говорить Это очень важно Будет составляющая Структуристическая составляющая Для Нижегородской области Связанная с Эльбисом Александром Касаемо этого проекта Мы предлагаем Здесь Поход и с ищем Некие новые подходы Это дополнительные Практические воспитания То есть сегодня Следует отметить Что мы живем Уже в другой среде По сравнению С советским временем То есть некий Информационный век Когда информация Во-первых ее Количество увеличилось И изменились источники Вот Канал коммуникации Поэтому соответственно Мы предлагаем Некие новые подходы К формированию Уже такого Нового подхода Духовного нравственного В трактическом воспитании В частности это Через творчество У нас естественно остается Но вот растворство Чем оно интересное Человек погружается в тему Помимо темы Александра Нескар Там еще ряд тем Которые касаются духовного нравственного Развития человека Это и отношение к своему роду Это отношение к своему краю Это и тема природы То есть есть Такой вопрос Здесь тем Которые говорят Многие вопросы Духовного нравственного Дать им подать В новых формах То есть мы говорим о том Что не устаревает ценность Не устаревает Наш принцип жизни Сегодня Нужны Новые формы Подачи Поэтому предлагаем Самой молодежи Молодежь рассматривается Как некий Не просто объект Этого проекта Но как активный Субъект Реализация Да Отлично Предлагаем Самой молодежи Создает творческие работы Через творчество Они сами Прочувствуют эту тему Более глубоко Мы успеем заметить В предыдущие периоды И соответственно Они разговаривают Создает творческие работы Они говорят на языке молодежи Это дает такие сюжеты Которые интересно смотреть их И соответственно Канал коммуникации Это сегодня Начинает набирать такую популярность Дальше могут развиваться Это социальные сети Большинство ребят Сегодня как раз Сформируют свое зрение Именно в этой среде Поэтому соответственно Создан информационный портал Социальные сети ВКонтакте Наиболее популярные Среди молодежи Где соответственно Будет размещаться И творческая работа Они будут обсуждаться Соответственно Они будут дальше Развиваться в таких направлениях Ну для примера Давайте посмотрим Несколько творческих работ Которые сделаны Участники проекта Прошу включить работу Сами при любови Думая над тем проектом Который я бы хотела создать Я никак не могла Принять окончательное решение В истории нашего отечества Было много видных Деятелей Полководцев И обычных солдат Которые сделали все Для того Чтобы мы с вами Жили в мире Поэтому свое стихотворение Я посвящаю Не отдельному лицу А всем героям Жившим 400, 200, 70 лет назад В пожелтевших страниц истории Из глубин наших сердец Источается запах магнолий И строится Нрава в дворец В нем Место найдется Не каждому И не каждый Получит билет Все достанется Не молодому Не старому А раскрывшему Мира секрет Тому Кто понял Важность истории Прислушался Крику сердец Уловил запах Той самой магнолий И заложил Кирпич во дворец Тому Кто знает Кто такие Невские жуков Ищит память о них Кто воспитывает Достойных внуков Которые знают И любят героев своих Ведь их не один И не два Их тысячи За нашими спинами Благодаря им Живые Брянская Москва И галереи Полны картинами Благодаря им Живет Сталинград И Нижний Сеет огнями С мирами Поет и цветет Великий Новгород Петербург Восхищает Ночами белыми Благодаря им Мы с тобою живем Дышим Смеемся Мечтаем Из года в год Мы вперед идем Но истории Родины Не забываем Я обо всех Написать не могу А об одном Не смею Ревность на память О героях Я берегу И точно знаю Что сберечь семью В истории моей семьи Есть человек Которым на самом деле Могу гордиться Это мой прадедушка Жирков Иван Иванович Он родился 18 февраля 1913 года В стиле Коровиха С моей прабабушкой Они встретились Когда она заканчивала 11 класс Он только что пришел Из армии Через несколько лет Началась война И в 27 лет 26 июня 1940 года Он был призван на фронт По входе войны Он служил На Калининском Первом Прибалтийском Втором Белорусском Ленинградском Западном фронтах Бабушка дождалась его И во время войны Она служила в Тулу Когда он вернулся с войны Они построили свой дом В Красных Баках И жили там 9 мая 1945 года День Победы На память Мамани Питая Муся Город Берлин Старший сержант Жарков Иван Иванович Я очень горжусь Вообще Нашей страной И нашими ветеранами Потому что они смогли защитить Свою Родину И независимость нашей страны Мне кажется, что это очень Хорошо То, что мой прадедушка Он смог пройти всю войну И вернуться живым И даже И даже хотя я его и не застала Но я чувствую, что я очень его люблю И горжусь День Победы День Победы Утром Утром 5 апреля 1242 года Произошла Произошла битва На льду Чудского озера Немцы Использовали Своё любимое Построение Свиньёй То есть Клином с острым концом В какой-то момент Немцам удалось Пробить Треугольник Русских войск Однако с обоих флангов Ударили Засадные полки Александра Войска Ливонского ордена Попали В окружение И Были Вынуждены Отступить На голубом и мокроватом Чудском Потрескавшемся льду В 6750 От сотворения Году В субботу 5 апреля Сырой Рассветную порой Передовые Рассмотрели Идущих Немцев Темный строй Ну что ж Сведем полки с полками Довольно с нас Посольств Измен Ошую нас Вороний камень И одесную нас Узмень Под нами Лед Над нами Небо За нами наши города Ни леса Ни земли Ни хлеба Ни взять вам Больше никогда И только выждав Чтоб ливонцы Смешав ряды Втянулись в бой Он Полыхнув мечом На солнце Повел дружину За собой Подняв мечи Из русской стали Нагнув Копейные Древки Из леса С криком Вылетали Новогородские Полки И князь Едва остыв От свалки Из под руки Уже следил Как беглецов Остаток Как жалкий К ливонским землям Уходил Информационный портал Нашего проекта Где как раз будет работа Размещаться То есть любой человек Может зайти На эту страничку Соответственно там есть Ничего не спустится Графа стена Соответственно здесь Человек может Прибить свою работу И здесь соответственно Она появится И будет можно ее посмотреть Можно сказать еще Следующую Вкладочку Это описывается Что необходимо Для понятия Из проекта Более подробно Следующая вкладочка Отместится ниже Да Это у нас те работы Которые замешаются Нижегородской области Прошлый год То есть вот Если посмотреть Нижегородской области Это более 500 работ Будет созданы Размещать различные работы Здесь видеоролики И буклет Они делали И рисунки Разные И следующая вкладочка Это вот как раз Связанная Со следующим этапом Проекта Информационный портал Который подходит Под общим названием Будет достоин памяти Великого предка И сопровождается Вот Александр Невской Ленточкой То есть Александр Невской Ленточкой Как такой символ Привлекающий внимание Он имеет многосвое значение Во-первых, мы говорим Что эта ленточка Она взята Как вот С ордена Александра Невского То есть это вот В такой формате Ленка Которая проявляется С ордена Александра Невского И мы даем Такое толкование Что красный цвет От символ Такого любви Символ жертвого служения А желтый цвет Это развитие благородных стремлений И если человек Назевает ленточку То он стремится Своей жизнью Быть подражающим Подвигов наших Великих предков Которые были в нашей истории То есть мы говорим Что они уже сделали свое дело Теперь нам необходимо Быть их достоин Вот И соответственно Можно отключить видеоролик Как вот Эта вот компания Я призвался В Министерстве Лобачевского Который ухожу 12 декабря в Нижегородском государственном университете имени Лобачевского прошла Ставшей ежегодной в Нижегородской области акция Александра Невская ленточка Сегодня в рамках нашего университета проводится акция Александра Невская ленточка Которая направлена на развитие нравственно-патриотических качеств у наших студентов Мы еще раз хотим напомнить то, что Александр Невский является главным героем России Если вы помните то, что недавно проводился конкурс на имя России Победителем этого конкурса стал Александр Невский Девиз акции Будь достойным памяти великих предков Красный цвет Александра Невской ленточки символизирует жертвенное служение всем людям А желтая полоска – развитие благородных стремлений В университете акция проходит в виде мини-опроса Члены студенческого совета ННГУ задают студентам вопросы о жизни Александра Невского И вручают Александра Невскую ленточку Хотели бы мы присоединиться к акции Александра Невского ленточка Чтобы наш народ помнил о великих предках и живу достойных их памяти Да, я думаю это здорово, чтобы страна знала своих героев и чтила их память И вот мы вручаем тебе Александра Невскую ленточку И говорим о том, что надо чтить и помнить память наших предков Спасибо большое за счастье Спасибо тебе Спасибо Мы хотели бы вручить вам данную документочку И напомнить, что надо чтить память наших предков и быть достойными Спасибо Спасибо вам Ну что я и делаю вручную ленточку Это самый простой формат, то есть просто раздача Так нас сопровождалось, проводились различные патриотические уроки И спортивный турнир на клубах Александра Невского Фестивали, посвященные этой теме Да, то есть здесь это просто уже каждый район Он может привлечь свое творчество в развитии, как компанию провести Главное, чтобы создавались информационные поводы Соответственно, чтобы об этих проектах делались репортажи И в информационную повестку у меня сегодня попадало У нас в духовном разнотехническом скитании И второй момент, что все работы, соответственно, вот Связаны с разными компаниями И вот информационные поводы, они, соответственно, отражаются тоже на страничках Которых иногда их видели и посмотрели, да, то, как ребята вручали в районах И, соответственно, этот Александр Невский форум Тоже давайте посмотрим небольшой ролик, как он проходил в прошлый год В Городце проходят Дни памяти Александра Невского, небесного покровителя древнего города Земной путь Великого воина завершился в стенах Федоровского монастыря Который стал центром всех событий Вместе с жителями районов Городецкой епархии, школьниками и студентами Участие в торжествах принимала и наша съемочная группа В этом году Александровские дни объединили не только жители 13 районов Городецкой епархии Но и 15 регионов страны Участников просветительского проекта Александр Невский Слава, Дух и Имя России Которые собрались в Городце на межрегиональный молодежный Александр Невский форум Его первый день завершился акцией «Помним, верим, чтим» Молодые люди с зажженными свечами прошли по улицам древнего города От памятника святому благоверному князю в монастыре До бронзового изваяния великому полководцу на набережной Для меня прежде всего он олицетворяет образ святости То есть человек, занимая такое положение в обществе Отвечая не только за свою жизнь Но и за жизни многих Смог достичь образа и подобия Божия Нужно любить свою Родину, защищать свою Родину Нужно быть подражателем Александра Невского Он является для нас примером Потому что он всегда стоял за свой любимый край За свою Родину За свою Россию Как известно, Россия населяет 125 национальностей И в свое время Александру Невскому также удалось Объединить русские племена Это такие как Поляне, Древляне и прочее И русские города для борьбы с немецкими рыцарями И также хочется, чтобы наши народы Также русские, чубаши, татары и все прочие остальные Жили в дружбе, в братстве, мирно Сосуществовали и помогали друг другу Поэтому имя Александра Невского, на мой взгляд Является таким неким стержнем, объединителем Также в рамках форума был создан Молодежный межрегиональный совет Наследия Александра Невского По подготовке праздничных торжеств 800-летию со дня рождения великого русского князя А итоги работы трехдневной встречи Молодежные лидеры подвели на Народном соборе Где собрались все участники проекта Александр Невский Слава, Дух и Имя России Сегодня, мне кажется, мы живем в удивительное время Время начала подъема нашей России Россия не может подняться сразу Одновременно Она поднимается через регионы Данный проект, он будет реализовываться на территории других регионов В 2016 году Но очень важно, что к этому проекту подключились Не только представители Приволжского федерального округа Но и другие регионы И поэтому смотрите, как один проект Который когда-то зародился на городецкой земле Объединяет уже другие регионы Объединяет всю Россию в целом Форум поразил тем, что он и православный с одной стороны С другой стороны он собрал и политических каких-то молодежных организаций Действительно очень было интересно Потому что вот буквально вчера мы создали общими усилиями Молодежный совет Наследие Александра Невского И чем особенный будет этот молодежный совет Потому что он будет объединять не только молодежь Которая входит в молодежные организации Но также и православную молодежь В каждом регионе планируется создание подобных советов Которые будут как раз готовиться к подготовке реализации и этого проекта И также другие программы, которые будут направлены на патриотическое духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения Также на Народном соборе были названы имена победителей творческого конкурса На который было представлено порядка 700 разнообразных работ Не только из Нижегородской области, но и других регионов Подводя итоги, по прошлому году В проекте принял участие 15 регионов Владимирская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Оренбургская, Пениска, Свердловская, Ульяновская Ярославская область, Республика, Душкарстан, Мордовия, Торстан, Амуртия, Чувашия, Бермский край В Нижегородской области у нас были работы из 30 муниципальных районов Всего У нас достаточно короткий срок мы его реализовывали Но тем не менее уже было 800 творческих работ То есть видеоролики, презентации, рисунки, плакаты, эссе Посвященные как имени России, так и героям нашего Отечества И соответственно был проведен межрегиональный форум Александр-Нецкий Слава духами России И до этого проведение теперь целой российской культуры Именно пораньше, в сентябре Поэтому вот такой обзор проекта Коротко, небольшая справка о нем И соответственно сейчас уже по Коду реализации этого проекта Таким образом предлагается реализовывать Проводить в этом году Спасибо большое, Александр То есть я расскажу вам Что у вас ожидает сейчас Ваши работы Данный проект, который вы уже походите Александр не сказал Микрид, который реализует Охватывает молодежь от 14 до 30 лет Это уходит молодежь школьники Старшего возраста Молодежь студенты Суды, работающие молодежь Которые могут в разных формате Принять участие свое В этом проекте До 30 августа Идет тренирование Регионального комитета А у комитета Муниципалитета Сюда уже разоснули письма Которые уже принимают решение Уже не один район от комитета И приняли решение о том Что они будут принимать участие В проекте Посылают уже как бы Составы комитетов После создания У комитетов С 1 сентября Начинается как бы Сама основная Это часть работы творческой С самого проекта Когда начинают работать школы Музы, сузы Все активно принимают участие До 16 октября С СОО От всех мы принимаем работы На едином портрале Который, как уже отец Литович сказал Сотними в социальной сети Куда все могут свободно направить Свою творческую работу Любой формы По номинациям, которые здесь у нас расписаны Может быть и видеоролик Какое-то стихотворение Картина То есть любое творческое Которое у нас прописано После 16 октября Все работы, которые будут приспомлены Уже начиная с 17 Они участвовать в проекте Этого года уже не будут Будут принимать участие В проекте следующего года Согласию автора Которые прописаны После того, как все работы Думают Экспертные группы Которые оценили эти работы Будут две работы Двадцать восьмого октября Двадцать восьмого октября Выносится решение И обликуются те работы Которые были отобраны Экспертными Экспертными В рамках своей работы Получается На выводе Десять лучших работ И Работает Десять лучших работ Всего, которые Подписаны Две работы С каждой номинацией И будут выбраны Лучшие координаторы Которые Соответственно Вели более эффективно Свою работу В районы Ну, как бы У кого были Самые оттенние ребята И так далее По итогам того Когда данные работы Будут Отобраны Они тоже Будут выстроены На интернет-голосование Для Одной Какой-то такой Самой яркой работы Нашего региона То есть У нас региона По десять работ Предлагается По регионам Провести Награждение Участников В период Празденства День народного единства То есть Выберется Подходящая Возможность Ставить Награждение Депутата Возможности Какие-то Поощрения Дополнительные 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 Депутаты Соответственно Чтобы можно было Громить Ваш участников И представить Какая-то Будет возможность Такая техническая Дополнительные 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 Дополнители Соответственно Микитец Александр Прокомментировал На момент 27-28 Января В рамках Праздновения Александр Мевских Дней Которм Приходить Форум Молодежный Который Вы уже Видели Сюжет Когда Приглашаются Представители Со всех из регионов, которые принимали участие в проекте, где также они будут как-то отмечены, распространены своих работ. Ну и, соответственно, пойдет следующий этап реализации проекта, где ребята получат Александровские ленточки в 10 регионах, чтобы начать такую посетительскую компанию уже у себя в местах. Ну и, соответственно, у нас тоже. Но посетительская компания, имеется в виду, как вот уже получили, да, Александровские ленточки. Первый год она проходила более как-то примитивно, остальным годом формы работы были разные, да, кто-то организует какие-то конференции, уроки, спортивные мероприятия абсолютно в разном формате. Вот в Александровские ленточки включаются ребят, молодежь и каким образом заменяет такую среду и дает возможность приоценку ценностей сделать. Потому что, на самом деле, по итогам вот нескольких лет, когда встречаемся уже с теми, кто участвует, кто работал в этом проекте, действительно, это очень влияет, и ребята совсем другое мы не трогаем, но форму будет, да, как в этом году. Да, то есть, если в этом году у нас есть возможность, если сможем технически подготовиться, то, наверное, в Александровских ленточки представители двух регионов, не только при общей районе, но и на других регионах, кто смогут приехать. Соответственно, они имеют всю красоту этого проекта, все эти лучшие работы, и, соответственно, регионы через 5-30 до 9-10. В этом году, может, форма, то она уже более такой межрегиональный, скажем, подготовить получится. Ну, и, соответственно, итогово, ну, как бы, да, саму форму, ну, это будет форма «Тепризм на самом российской культуре», который пройдет в мае, где будут выставки, вот, да, вот, всех, которые поучаствовали, круглый стол пройдет, который, ребята, тоже пообщается, как лицо, ну, и, соответственно, то, может, какое-то решение по дальнейшей реализации проекта, это вот шаление, либо там, ну, по тому, что увидят в рамках работы проекта, может быть, будут какие-то недоработки, либо, наоборот, что-то очень хорошо ляжет в этом году и захочется это усилить следующим. Ну, то есть, просто на этом форме. Если и кратко, вот так, в подобном положении. На этой форме мы увидим еще работу регионов, то есть, там будет представить и предложение написать в каких-то регионах, где проводятся проекты, соответственно, они будут представить свой опыт, как они это провели. И на этом форме планируется вручение Кубка Александра Несского самому улучшенному региону, который, в общем, голосовали у нас принято, что наиболее активный, интересный удовольствие, как раз, вот этот проект. Спасибо большое, Кристина, Александр. В целом, вся информация вам уже представлена. Прошу коллеги высказывать ваши мнения, замечания, предложения. И, конечно же, у нас задача данного мероприятия, помимо определить возможности поддержки наших проектов по той или иной информационной поддержки, либо участие в составе экспертов, но в части оценки этих проектов, либо какие-то другие формы, которые вы считаете для себя принявленными. Также у вас в каждой есть анкета, участники собрания, в которой предусмотрены те направления, которые были вам интересны на моем проекте. Вы готовы сотрудничать, показывать нам поддержку и так далее. В принципе, вы сказали, что... Спасибо. Спасибо. Спасибо.